ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Это российский пёс. Откуда он приехал? Отсюда. У меня как раз несколько месяцев назад скончался вот такой же чёрный шарпей. Меня пригласили в один ресторан за городом. Здесь какая-то царская охота у вас модная. Выходим, и как раз реанкарнация такая произошла. Смотрю, женщина продаёт моего филимона. Сразу я его взял на руки и уже в машину садился с ним. Это копия просто. А какие у вас ещё собаки? У меня такой же есть абрикосовый из Москвы, который очень переживает, что скончался филимон, вот чёрный, его друг старший. Я хочу очень посмотреть, как же он отреагирует, когда филимон вернётся вот в таком виде. Вот в таком виде вернётся. Любой человек, который много пил, а потом где-то начинает уже, он старше меня намного, вот, когда начинает приходить как бы в такое умеренное состояние, всегда хочется, так сказать, грехи молодости отбросить и сказать, вот видите, как я умею пить. Я многих знаю алкоголев, которые всегда говорят, я пью культурно, я пью культурно, я пью как французы. А я никогда не скрываю, так сказать, вообще. Ну, вообще, скрывать уже поздно, потому что уже столько песен напето и поэм по поводу моих загулов. Что если бы я сегодня стал вам говорить, ребят, да вы знаете, никогда ничего не было, лёгкий срыв. Я всегда говорю, всегда делюсь своим весёлым, печальным опытом в своей жизни, но пил я много, был запойный, потому что, конечно, я очень много, ни для кого не секрет, что так же и много работал. А той график или тем видом искусства, которым я владею, которым я занимаюсь, здесь нужны руки, как я однажды говорил в своём интервью, для меня рука художника, моего бытия, моего занятия, это рука глазного хирурга. Сбился, глаза нет. Я сбиваюсь, допустим, в линейных своих сложнейших конструкциях, я порчу работу, на которой я работал шесть месяцев. Поэтому если я пил, я пил. Если я уже начинал работать, здесь даже полбутылки пива в рот не засасывалось. Самая дисциплина какая-то. Да. Так что бахусу было послужено немало. А потом были, конечно, проблемы. Я зашивался 9 раз, может быть, больше. Вот зашивались иногда в Париже вместе с Володей Высоцким, и Марина присоединялась, потому что она в ожиданиях, сказать вообще, где Володя, и прослеживание его по телефону, потому что она очень ревнивая дама. Она просто ставила перед собой бутылочку и к этому так пристрастилась, что через несколько лет обнаружила, что она, ну, в общем, стала или становится алкоголичкой. Поэтому бывали у нас случаи, когда первым шел Володя, вторым Марина, третьим шел я, к хирургу. Нам вшивали эспираль на шесть месяцев. Потом, конечно, ты ждешь с нетерпением, смотришь на часы, когда же эти шесть месяцев кончатся. И потом уже за все муки, так сказать, начинаешь чудачить, расслабляться. То есть обычно всегда говорят, ну, у нас же расслабиться, ты так напряженно работаешь. Я всегда говорю, когда я расслабляюсь, тогда все окружение резко напрягается. А потом однажды, так сказать, я вдруг понял, что мне это не нужно. Слишком много, так сказать, приносится заботы, горе окружающим. Слишком много потом приходится раскаиваться. И слишком много ты грешишь перед искусством. Поэтому без всяких врачей я себе просто сказал нет. И у меня, конечно, поводов для того, чтобы сорваться, очень много. То есть выставки, вернисажи, банкеты. И часто банкеты в твою честь, естественно. После вернисажей все пытаются тебя поздравить, выпить с тобой бокал шампанского или вина. Но я просто говорю, что, ребята, меня не удивишь этим столько, сколько я выпил. Вам, наверное, за десятилетие не догнать. И все. Никаких стеснений, ничего. Бросил, бросил. Михаил, а Высовский, когда выпивал, писал стихии? Нет. Я, когда с Володей был уже знаком, потому что мы с ним познакомились в Париже, и дружба у нас была необычайно сильная, мощная, творческая. Он в то время уже, в общем-то, был больным человеком. Может быть, в юности он, так сказать, как-то легче переносил мессы господину Бахусу. Но когда я с ним познакомился, конечно, это был довольно искалеченный человек, поэтому ни о каком творчестве разговора быть не могло. То есть он пил, кончалось это всегда белой горячкой. Его увозили из моего дома или из дома Марины на очистку организма связанным. Выходя, он, так сказать, прекращал на несколько месяцев служения в храме. Как Есенин, да, Есенин тоже, по-моему, запевал и писать не мог. Нет, Володя ни петь не мог, ни писать. Вот. Так что это просто, ну просто, поскольку Марина им уже в Париже не могла заниматься, зачастую были съемки, она вызывала меня, и мне приходилось, как говорят у вас в России, пасти его там неделю, потому что были запои такие тяжелые. Это было довольно и сложно, и больно, и мучительно наблюдать вот этого для меня, я думаю, не только для меня, а гениального вообще, не только певца, но и человека, но в таком состоянии. Ну, я написал в своем интервью, когда Володя умер, я как раз вспомнил, потому что, ну, были такие злобные, нелепые выпады, потому что стали завидовать даже его похоронам, понимаете. То есть не буду называть имя одного большого писателя, и левого, который неплохо писал о Володе, но когда он увидел вот это, миллионы людей, которые шли, так сказать, вообще, чтобы проститься со своим национальным героем, он на второй день после похорона написал такую гнусную статью, что я просто к нему пришел и сказал, ну, что с тобой происходит, как можно? Слишком его шокировали похороны. Он где-то, наверное, понял, что вот он так похоронен не будет. Ну, я его знал, поскольку у нас, как бы, мы бережно относились друг к другу и старались, ну, как бы, спасти друг друга от зеленого змея, и это были самые счастливые наши времена. Ну, как я спасал? Когда он был в запое, мне нужно было его оберегать, поскольку ни для кого не секрет, что последние годы он еще и кололся. Это, в основном, то, что его окончательно погубило. Вот. И он в пьяном состоянии пытался найти там в Париже или в Марселе вот эти злачные места, где продаются наркотики, и это было опасно просто для жизни, потому что однажды его зверски избили в Марселе, потому что думали, что, может быть, мало ли это шпик, который, так сказать, хочет расколоть торговцев. Была очень неприятная и страшная такая довольно кровавая история. А в Париже, конечно, мне приходилось его просто пасти, пасти, отговаривать, не зайти. Вот в этот сомнительный бар, в другой, в третьем. И в Марселе весело или как раз? Нет, не весело вообще пилось. То есть первые, допустим, где-то полчаса, час, это было весело. А потом это просто-напросто организм настолько уже был подорван алкоголем, что это был больной, несчастный человек. Прорваться вот к его сознанию как бы мог я один, потому что иногда он просто там бился головой о стенку, ему было очень плохо. Ну, однажды он меня чуть не ухлопал бутылкой, вот. Из-за того, что он жаждал, ему казалось, видно, сознательно вообще, что, может быть, наркотик может помочь ему выйти из этого тяжелого физического состояния. Я шел впереди по ночью, глубокой ночью по французской улице. Он так уныло плелся за мной, там, клянчил, что давай все-таки пойдем куда-то вот в те бары и кабаки, где можно достать, в то время это называлось Ширевым. У меня много друзей было наркоманов еще, в то время, когда это не было модно, как сегодня. Шприцы назывались Баянами, а Морфий или Пантопон назывался Ширевым. Какой год? Ну, это были 60-е годы в то время еще. Вот и Володя, значит, уныло, как я повторяю, плелся, что-то бормотал. И вдруг я таким звериным чутьем, а я, естественно, должен быть трезвым, как стеклышко, потому что я никогда не позволял себе, чтобы мы выпили вместе. Это было один раз, об этом написаны песни, и шуму об этом было по сегодняшний день длится. И вдруг я почувствовал какую-то опасность. Я резко обернулся, он вытащил из помойного бачка бутылку, и, видно, собирался меня тюкнуть по затылку для того, чтобы я ему не мешал. Потому что в этот момент я на него ни в коем случае и не мог, и никогда не мог бы обидеться. Это другое искаженное сознание в этот момент. Но в этот момент я для него был врагом, так сказать, вообще мусором, который его пасет, мешает ему, так сказать, вообще нормально жить или выйти из этого страшного состояния. Так что не весело это было. Хотя вот в песне, вот это, по-моему, французские бесы, которые он пел, потому что еще много он стихотворений посвятил, допустим, моим загулом, или писал вот на тему того же загула вдвоем единственное. Ну там вот как раз все вроде, когда поется, вроде все весело. А на самом деле жизнь, искусство, вещи разные. Вы знаете, я вот несколько лет тому назад был вызван в мэрию, где ваш мэр, замечательный, который действительно вот перестроил, перестраивает Москву в лучшую сторону, озадачил меня очень сложным заказом. Говорит, вот сделай мне памятник, сложнейший, я понимаю, где изображены будут все пороки, которые терзают в течение тысячи лет, а может быть и больше, детей. Это, говорит, перечисляет мне по пальцам пьянство, наркомания, разврат, проституция, садизм, убийство, война. В общем, одним словом насчиталось 12 сложных пороков. Я так озадаченно чуть не сел посреди его кабинета, потому что я знаю, что здесь народ привык к таким, ну, реалистическим изображениям, все понятно, а-ля Урак, в основе патриотизм в течение 70 лет. И думаю, а как же мне изобразить вообще пьянство, проституцию вообще, что там, Свидвигайлова с девочкой на коленях вообще, какие-то неприличные движения. Я вышел очень озадаченным, потом я несколько месяцев размышлял, и под конец, так сказать, пришел к идее, что это можно сделать только символически. Поэтому вот у меня пьянство, которое, конечно, терзает детей, и у меня отец был алкоголик. Я просто сделал такого русского бахуса, а-ля такой военный, с громадным брюхом, сидящий на бочке. Ну, традиционное изображение, но он в сапогах гармошкой, в руке держит, значит, бокал, штоп с водкой, значит, и на голове такой слипшийся от водки, от вина, венок, этакий русский бахус. Вот. И вот сейчас, когда вы мне сказали памятник сделать водки, или российской водки, вот я так же приблизительно озадачен, как тогда в кабинете у Лужкова, потому что это явление настолько, без пышных слов, могущественное в России, многогранное, что его рассмотреть, вот так и мгновенно сказать, я бы сделал, может быть, кто-нибудь из ваших великих монументалистов сразу бы сказал, конечно, дорогой, завтра, понимаешь, приходи, отолью метров сто, вот. Бутылку, понимаешь, а бутылки всякие, понимаешь, бесы там, понимаешь, такие вертятся. Нет, я так просто ответить не могу, знаю, что это слишком серьезная задача, слишком и интересная, и больная, и веселая, и трагичная, потому что русская водка, вернее, пьянство в России, это явление национальное. Поэтому вот когда были вот, сейчас вспомнил, о чем мы заговорили, почему-то съехали, как будто уже приняли на грудь другую сторону, вот, когда разговор шел о том, как я попытался защитить Володю, вот этих нападок, что он алкоголик, да вообще, и что он мог писать, и все, я вспомнил и привел как раз очень интересную мысль Синявского, замечательного писателя и мыслителя, о том, какая разница, допустим, между выпивкой в России и на Западе. Я дословно сейчас не помню, но смысл сводится к тому, что если на Западе пьют зачастую, и чаще всего это как бы традиция, особенно у французов, для удовольствия, это своего рода такой гурмандизм, для поднятия тонуса, настроения, вообще поддержания здоровья, то у русского человека это желание выйти в какой-то запредельный мир, оторваться от земного притяжения, от всех забот, хлопот и унестись куда-то, ну, на тройке в небесные дали. Конечно, результаты бывают не всегда возвышенные, но вот эта мысль действительно очень ясная, четкая и многое поясняющая, потому что я знаю, вот когда Володя начинал выпивать, это первые вот эти 10 минут, это действительно была попытка улететь куда-то, оторваться, забот у него и неприятностей, как вы знаете, хватало, оторваться от этой земли, нет, оторваться от заботы, в основном, так сказать, поскольку он был россиянин, и по паспорту, и по пребыванию, то, конечно, здесь именно забот, по-моему, всех хватает, от тех великих, которые набивают себе торбу день и ночь деньгами, и от тех, кто их не имеет. Ну, Петр был... Ну, Кубок Золотого Орла, который он только мог... В Питере, вы как-то образ его, формируя, имели в виду, что он был одним из таких главных наших... Ну, в данном образе, который довольно сложный, очень напряженный, там, конечно, закоинспирировано все, так сказать, и где-то там, сзади, всепьянейшие соборы, основателем которого он был, и вы знаете, что во время даже сложнейших боев со шведами он умудрялся ночью усталой после боя сидеть и писать о том, кто в каком костюме явится, так сказать, вообще на вот этот безумный пьяный карнавал, чины, распределение и все. То есть, для него это было очень важное, очень важное житейское событие, которым он посвящал с усердием, так сказать, многие часы, дни, месяца своей жизни. То есть, по существу, все говорят, вот, перформанс, мы отстаем от Запада, а первый вот создатель настоящего хэппининга и перформанса был, вот, за окном стоять здесь, любуюсь, Петром Алексеевичем. Вот, так что история, конечно, Петра и водки, и всепьянейшего собора, она грандиозна, и для меня, когда я размышляю об образе вот этого великого человека, ну, в принципе, первого демократа, для которого неважно были происхождения, чины, он ценил людей не по одежке, не по званию, так сказать, родовому, а по уму, и который, конечно, умел повеселиться и создать из этого целый вот такой настоящий, ну, такой театр какой-то средневековой мистерии. Кончались это, как вы знаете, не всегда они удачно, потому что, по-моему, самое большое количество погибших во время одного всепьянейшего собора, было 300 человек синюшных, которых нашли спившихся, но, тем не менее, праздники проходили, действительно, на самом высоком, таком современном уровне, куда там, хэппинингом американским, или французским, или английским, это все, конечно, мелочь. Наполеон, говорят, перебит в Вадиколонске. А кто его не пил вообще? Кто его не пил? Я помню, когда я дружил с моей галерейщицей, она приезжала, Дина Верни, такая известнейшая дама, муза Майоли в Париже, значит, она мне привезла здоровенную бутылку речащ, какого-то одеколона вообще, бешеные цены, долго объясняла мне, сколько это стоит. Я в то время работал чернорабочим, прихожу домой, захожу в общественный туалет, поскольку я жил в коммунальной квартире, чувствую, что это неладное, вместо знакомого, родимого запаха, французская лавка. Захожу, валяется небезызвестный, тоже большой любитель хэппининга, Костя Кузьминский, замечательный такой поэт российский, который много лет живет в Америке, пьяный в дупель на полу. Рядом моя бутылка здоровенная вот такая французского одеколона, вся выпитая, запах духов, он просто, оказывается, сходил в туалет, помочился, я его растолкал, говорю, что ж ты подлец сделал вообще, говорю, духи такие, они стоят, там лучше бы их толкнуть, и на это бы ящик водки купить. Я шо, духов жалко. Все, так что духи мы все, я грешным делом, когда не хватало тоже тройной одеколон пригублял. Интересная тема, водка и война, 100 грамм наркомовские. Недавно я прочитал там один материал, что в принципе завозили же на фронт эшелоны в водку. То есть мы длили на фронт, это зависит от огромного количества боеприпасов, медикаментов, вооружений, но завозили в том числе и водку. Вот как вы эту тему развите, как вы на это смотрите? Ну, вы знаете, я не хочу, так сказать, оскорблять память, которая для меня священно, российских солдат, героев, как говорят, пьяному море по колено. Я к этому так не отношусь. Я думаю, что вот эти условия нечеловеческие, в которых проходила война, Великая Отечественная, морозы, замерзания, так сказать, и все, я думаю, просто маленькие вот эти 100 грамм где-то спасали человека чаще всего, от болезни, нежели, так сказать, ну, что такое для российского человека 100 грамм. Это же ерунда, на муху наступить. Вот, поэтому я думаю, что это было нужно. У меня с этими 100 граммами другие связаны, довольно тяжелые воспоминания, потому что мой отец кабардинец, и по закону, как вы знаете, кабардинцы не пьют алкогольные, не употребляют. И на руках моего отца умер даватор, в дивизии, в которой он служил, и он его очень и очень любил и уважал. Они вместе учились, хотя даватор был старше. И вот в этот раз, когда убили даватора, именно после его похорон, мой отец впервые принял свои 100 грамм, которые он всегда отдавал солдатам или офицерам. И именно с этих 100 грамм началась вот эта жизнь новорожденного алкоголика, которая от этого и закончилась. Уже здесь, в Москве, много лет уже после войны, в 1976 году. Вы заставили этот период? Нет, я в то время был высланный. Мне позвонили и сказали, что ваш отец погиб в результате несчастного случая. Такая была издевка со стороны аппарата госбезопасности. Повесили трубку. Два месяца я был разъединен с Россией. Никак нельзя было прорваться. Я даже не знал, от чего я думал, что не дай бог отца там вообще сбила машины. А потом выяснилось, что это просто была проблема алкоголизма. Ну, много своих друзей я похоронил, очень талантливых, которые служили Бахусу чересчур усердно. Получается, что водка зло. Ну, вы знаете, ну, все зло. Если вы воду будете пить из ведра каждый день, вообще, тоже можно водянку заработать. Все зависит от доз. И мне кажется, что российский характер трудно переделать. Я думаю, что вот, конечно, такой страшный алкоголизм, который на сегодняшний день господствует вот в этой державе, мне кажется, это проблема бытия советского, постсоветского человека, у которого, в принципе, ничего в жизни не остается, как, как говорится, нажраться и забыться. Или просто хотя бы почувствовать тепло друзей за бутылкой водки. А в Америке другого? Ну, в Америке это другая планета. Я прожил 10 лет в Западной Европе, 20 лет в Америке, и поэтому Россия одна планета, а Западная Европа другая, а Америка третья. Вот. Но я просто возвращаюсь вот к нашему разговору о российском пьянстве. Я скажу, что... Почему я думаю, что это связано с тяжестью бытия, вот с этим совершенно зачастую нечеловеческими условиями, потому что я вот прожил действительно 30 лет вне России. И я вижу, что, ну, нигде такого, скажем, похабного отношения к человеку нету. Я просто не наблюдал. Поэтому что еще этому человеку остается делать? А когда, конечно, условия бытовые начинают улучшаться, как, например, у новых русских, понимаете, и у многих, так сказать, действительно русских, я вам со многими знаком, чрезвычайно богатыми вообще, молодыми ребятами, которые таинственным образом вдруг разбогатели, я вижу, как они бережно начинают относиться к своему здоровью. Знаете, вообще, костюм там от кардана, там все эти BMW, BNT, я, так сказать, не специалист по машинам, машины не вожу, вот. Но я вижу, как они перестали пить, как они, так сказать, употребляют лучшие вина, никаких напиваний, никаких, так сказать, вообще... Никакого риска для своего драгоценного здоровья, потому что... Да, в этом говорится, сиронисты. Я? В общем, мне эти люди, как вы понимаете, не очень приятны. То есть, стереотип у нас все-таки выработался и существует, что русский человек должен, как солдат-соколов, после первой, допустим. Да. Тогда потрясла, конечно, история. Помните, седьмой человек? Конечно, помню тут фильмы. Удивительный был сюжет, конечно. Я думаю, что если, конечно, будет улучшаться жизнь российского человека, все-таки и раньше пили очень много, но не было вот этой гибели людей, буквально геноцида нации, фактически, которая происходит сегодня. Все, как говорится, в хорошем смысле устаканится. Да. Интересно. Я вот, как ни странно, до монастыря вообще не пил. Ну, какого монастыря? Псково-Печерского. Я там был послушником, и до, так сказать, монастырской жизни в рот, как говорится, хмельного не брал. А вот там, именно, так сказать, вообще в среде монастей, вот, там как раз я приучился очень крепко к зеленому змею. А для чего пьются монахи? Ну, почему монахи пьют? Для того, чтобы весело было. Для чего пьют? А, может быть, для того, чтобы забыть об искушениях. Вечером монастырь запирался, ну, я не говорю о простых монахах. Те, в основном, выпивали это в День Победы. Потому что многие монахи, когда началась Великая Отечественная война, они сбрили бороды, сбрили длиннющие патлы свои, одели гимнастерки и пошли воевать. А когда война кончилась, они вернулись снова в монастырь, уже награжденными медалями, орденами. Вот. И было очень, конечно, интересно иногда зайти в трапезную в День Победы. Длиннющие столы, вот это средневековое помещение, потому что монастырь времен Иоанна Грозного. И громадное количество монахов, значит, вообще клопки уже на бок, бороды растрепаны, волосы тоже. На подрясниках ордена боевые, медали, на столах стопочки и идет, так сказать, между монахами такая уже явно не монашеская беседа. Кто первый вошел в Берлин, кто дрался на Курской дуге, немного-немного и забороды друг друга хватали. Ну, было очень, конечно, интересно наблюдать. А верх... Духовенство высшее, конечно, оно, так сказать, ну, как и в Кремле, любит покушать, любит расслабиться, любит коньячок на грудь принять. Там уже, так сказать, веселье другого порядка. А вот там, как раз, когда, тем более, я был на послушании, пить не хотел, но когда тебе к носу поднесут кулак величиной с твою голову и скажут, пить до дна, я помню, начинал с коньяка по-архиерейски. Это такая хитрая монастырская штука. Это в здоровенный хрустальный такой бокал сталинского времени, а он вмещал в себя, ну, наверное, графин добрый, водки или вина. Наливался коньяк дьвин наполовину, а второй послушник выливал, значит, кипящее молоко. Поэтому вот эта адская смесь, которая не сворачивалась, она должна была выпиваться мгновенно. Ну, представляете, какой приход. Все-все. Заслечало было дурно вообще, мутило. Я до сих пор, правда, смотреть на коньяк не могу, вот, армянский без содрогания. Вот. А потом, так сказать, уже стало привычкой, когда я, так сказать, понял, что монаха из меня не получится, то уже, а привычка осталась, так сказать, не столько к службе, сколько к выпивке. А вот на Западе понятие водка, оно связано с Россией, связано с Россией, или все равно? Да, безусловно, безусловно, так сказать. Водка, раша, водка, кавьяр, нуар, и все. Да, к сожалению, так сказать, если говорят о русских, то второе слово часто идет водка. Сегодня, к сожалению, увы и ах, второе слово идет мафия. Да. То есть, перед Западом позоримся, не щадя живота своего. Если раньше у меня много знакомых итальянцев, если кто-то сицилианец, то всегда, так сказать, ну, со смехом добродушным, а, понятно, аль Капоне, сицилианская мафия, ну, сицилианец, это всегда для итальянцев мафиозник вообще. А сейчас, когда вот уже начинаешь говорить русский или говорят о русских, всегда о мафии, о русских, и это печально. Если раньше мы, допустим, поставляли, так грубо выразиться и цинично, из России такие имена, как Солженицын, я не говорю о старой России, это и так всем понятно, какие были великие имена. И по сегодняшний день Солженицын, Остропович, Буковский, вот, то сегодня там кирпичи, китайцы, там, доски, стропила, так сказать, вообще япончики. Так что, вот этот момент печальный. Лучше бы водка. А вот вы в Америке с кем-то из русских думаете? Или с Алисой? Ну, конечно, есть у меня. Относительно, так сказать, русские, у меня очень много друзей, так сказать, уехавшие по еврейской линии, это мои друзья. А со стороны бывают такие типичные российские? Когда я пил, конечно, были типично российские. А Россия, свидетельница? А в Америке? Конечно, в Америке. Знаю, что за Алисой, но в Америке, да, пьется по-русски все равно. Не, ну, там же колоссальное количество российских кабаков, я сейчас живу уже лет 12, живу в деревне, что тоже помогает прекратить, конечно, природа, и как-то вот алкоголь, это вещи довольно несовместимые. Хотя иногда люди любят съездить на пикничок, но когда ты живешь среди природы, когда наблюдаешь каждый день неба, облака, у тебя идеи более, как бы, возвышенные, так сказать, чем просто взять и среди колоссальной природы нажраться, как свинья. А в то время, конечно, когда я жил там, Гольден Палас, и различные, так сказать, все эти начинающиеся русская империя, сегодня очень обширная, очень солидная империя русских кабаков, мы еще выплясывали на земляном полу, я помню, был такой кабак Гольден Палас, там пело пять евреев, которые почему-то все назвали пять русских, ансамбль пятеро русских, смешные ребята, мои друзья. Когда я заходил с Женей Исауленко, моим покойным другом, который вот похоронен там именно из-за служения зеленому змею, замечательный художник, друг, с которым мы дружили 30 с лишним лет, на моих глазах просто спился, помер от цирроза печени, всегда прерывались заказанные песни там, моей Манечке, моей Любочке, и неслась песня «Моя любимая высоцкая корабли постоят», и торжественно объявлял, что наш кабак посетили такие знаменитости, ну и знаменитости начинали раскручиваться знаменито на полную катушку. То есть ваша, как бы, рекомендация не пить вообще. Ну, если ты чувствуешь, что ты умеешь пить, пей, так сказать, вообще все, если ты чувствуешь, что для тебя зеленый змей дороже, так сказать, твоих близких, твоей карьеры, твоей работы, прежде всего, твоего творчества, это, ну, тогда, так сказать, это печально. То есть это как судьба. Судьба так просто, наверное, одним словом не скажешь, как себя ощущать. Вы знаете, эта проблема еще будет длиться долго и долго, сколько пословиц, и поговорок, и зарекала свинья чего-то не есть. Я просто вот в своей жизни очень много, я и моя сестра, и моя семья очень много, конечно, перенесли тяжелейших, страшных моментов в связи с алкоголизмом моего отца, который был замечательный человек, необычайно смелый воин, но который вот страдал пристрастием к зеленому змею до конца своих дней, и, конечно, то, что он не желая сам того по пьянке вытворял своими близкими, это было, конечно, ужасно. Нет ответа на вопрос, как я понимаю, как относиться и как... Но, опять же, я говорю, что у отца моего была очень и очень тяжелая жизнь, но он потерял в революцию своих близких отца и мать, с 9 лет он сел на коня, у меня есть документация красноармеец, Михаил Петрович Шемякин, возраст 9 лет, в 13 лет он командовал взводом, в то время еще маршал Жуков будущий был комбригом, то есть, две войны кавалеристом, страшные вот эти атаки, тысяча сабель на тысячу, он мне говорил, что нормально остаться после вот этой одной кавалеристской атаки, такой массированной, трудно, в нормальном уме, если я остался жив, тяжелые ранения 12, поэтому он пил тоже из-за того, что жизнь была очень и очень тяжелая и страшная, и мне кажется, что все-таки, если жизнь где-то будет, ну, походить на человеческую, то и с алкоголизмом, вот таким страшным, истребляющим на сегодняшний день нацию, вопрос будет где-то решаться в положительную сторону, в лучшую. Богатырского телосложения, просто русский богатырь, блондин с голубыми глазами, ну, в Америке он, конечно, раздался, и он на своем животе просто буквально через где-то там час засыпал, голова падала, бум, и до утра, так сказать, полная отключка, а есть-то заводные, вот у меня прозвище в кабаках было неугомонной, не давал, так сказать, ни себе покоя, ни музыкантам, революционные песни, патриотизма мало, хором по долинам и по взгорьям, так сказать, перепевался весь редчайший, там, давно забытый советский репертуар, все, так сказать, было, ну, я очень люблю, и по сегодняшний день, вообще, я считаю, гениальная певица, Клавдия Шульженко, которая отразила просто целые пласты, такой, такие интереснейшие, вот, российской эпохи, определенные, Утесов, Марк Бернес, Трошин, поэтому все это нужно было перепеть, всплакнуть, посмеяться, а те люди, которые ведут себя спокойно, конечно, можно только позавидовать, напился, так сказать, добрался до кровати, носом уткнулся, все чудно, все зависит еще от того, что человек пьющий должен, ну, если один раз сорвался, два раза сорвался, проанализировать, что ты делаешь, какие у тебя дозы, где явно вот этот лишний стопочек, который тебя может, не свалить с ног, функционировать ты будешь, а сознание уже, как говорится, нормального человека уснуло, вот, если человек, так сказать, будет внимательно думать, хотя именно вот эта последняя стопочка, или та, которая тебя перебрасывает уже в иное измерение, она самая сложная по вычислению, где она. У нас ведь если открывать бутылку, уже и не открывать ее. Это верно, да, ну, опять же, вот я говорю, я вот помню свою юность, но нужно было собраться вместе, так сказать, как говорится, на троих, где-то добыть эти жалкие копейки вообще, купить эту водку, или там несколько бутылок вина, потом обязательно не хватает, нужно у кого-то стрельнуть, потому что чем больше пьешь, тем больше хочется вообще все. это опять от нищеты было, потому что вылокоть все, потому что не оставишь же эти. А иностранцы ведь не понимают, что такое на троих, сколько я разговаривал. Ну, от нищеты, да, мне кажется, это еще какая-то попытка создать какую-то компанию, корпорацию. Да, безусловно, безусловно, я полностью согласен. да, конечно, есть же знаменитый анекдот, а, как в России говорят, а поболтать, куда ты уходишь, ну, сказано грубее, конечно, сейчас, правда, модно здесь все время нести похабель, так сказать, и с экрана, и все, я здесь недавно был в Питере в каком-то знаменитом хвалебном клубе ночном, халли-гале вообще, вот там стоял господин Толстый с пузом висящим и нес просто похабель за похабелью, значит, голые девицы бегают. А я даже не знаю. Нет, 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 Толстый, нет, нет, Толстый, сейчас почтенный господин, он снимается много в кино, французском и все, нет, нет, Толстый, в прямом смысле, в слову, не относящийся к поэзии. Михаил, а у вас вот знак это казачий, да, вы говорите? Да. Что это такое? Вот казачий знак, офицерский, просто ношу в память о своем деде, который был расстрелян, половина у меня семьи по материнской линии служила во флоте, кончало гардемаринское училище, а часть служила в казачьих войсках, поэтому просто память о нем я долгие десятилетия таскаю этот значок. А у казаков, по-моему, отношение у сверхнового свое какое-то, да? Знаете, в то время, когда я уже жил, казаков не было, а в книжках я особо в то время казаками не интересовался. Но у них порка была введена, я думаю, что, конечно, это спасало от таких, если не от пьянок, то от поступков скверных. Забота о подрастающем казахском наверное. Наверное. Спасибо. Спасибо. То есть Россия в Англии в смысле в Москве, да? Да нет, как-то, знаете, я, во-первых, не люблю с разбегу отелегу. Там хорошо, здесь плохо, или там плохо, здесь хорошо, но то, что проблема очень страшная, очень актуальная, истребляющая нацию, это, так сказать, ежу ясно. Ну, когда мы из-за бугра начинаем что-то говорить, обычно люди начинают злиться и говорить, сиди за бугром, и не гавкой, никаких таких, знаете, резких телодвижения в словах я стараюсь не делать. А ваш любимый тост какой-то был, если вспоминать в прошлом? Ой, даже вспомнить не могу, потому что их было столько, знаете, смена была из-за настроения. Ну, посошок посошок. Да. Да. Говорят, что когда ходили странники поселом, их кормили, поили, а потом, когда они уходили, вот на посох кормили юнку, если она не упадет, значит, она будет счастливая, удача будет такой, если упала, с посохами, лучше не ходить сегодня. остаться и продолжать застолье. Хорошая традиция. Что, все как-то, да? Или еще кто-то? Нет, так сказать, как говорится, спрашивай, отвечаем. Да. Если, так сказать, считаете, что все, давайте все. Не, все нормально, так сказать, нет. Никаких проблем. Вот возвращаясь к Кисееву, к Кисееву, к Высовскому, если бы Высовский не пил, может быть, он бы не состоялся, как парень, какая-то странная интересная. Я думаю, что вся его жизнь, несмотря на трагичность, она была настолько органична и как бы, ну, скажем, в небесах уже вычерчена и отточена, как дзен-буддистский круг, что не нам, так сказать, вообще судить, с кем бы он был, и все, это уже все было в нем, ну, для меня все гармонично. Печально. Конечно, мы все должны быть благодарны Марине Владе, потому что, если бы не она, которая семь лет его посла, очень серьезно, мучилась, вот как я говорил, что сама превратилась на определенное время в алкоголичку, и все, конечно, Володя бы ушел от нас раньше. И если бы не один из его дружков, которого он проклинал, псевдо-дружков, который посадил его на иглу в театре, может быть, конечно, на той же водке он продержался бы еще дольше, но вот эта адская смесь наркотики с алкоголем, это, конечно, его убило. Очень интересная акция, музыканты, рок-музыканты провели его «Воскор против наркотиков». Вот как бы два пороха, наркомания вроде как не российская, такое, привнесенная, «Воскор вроде нашей», попроще, получше, вот как надо смотреть, как вы считаете? Вы знаете, у меня, как я вот в начале интервью говорил, многие мои друзья, художники, поэты, были наркоманами еще в то время, когда, так сказать, о наркомании даже вслух, как говорится, не говорили. И сам я прошел принуд лечения в страшных психиатрических лечебницах, где лечили как раз наркоманы, и мои друзья сами туда приходили, потому что денег уже на наркотики не хватало, и грозило сумасшествие, потому что вы знаете, если вовремя человек принимает большие дозы, наркоманы российские, те, которые я знал, они, так сказать, и морфии принимали в чудовищных дозах, потому что у меня был один скульптор, вот, ныне покойный Лера Титов, он такой тощий, французистый такой был, молодой человек, и когда он пришел в клинику и сказал, что он наркоман, показал руки, значит, обезображенные ноги, потому что у них всегда проблема с венами, уже, помню, всегда с завистью смотрели на мои вены, что они выискивают вену, там уже среди ног, лишь бы попасть, все, и он сказал, что он вкалывал 12 кубов себя, ну, естественно, медсестра расхохоталась и дала ему, так сказать, где-то там кубик или два, и утром он на 6 месяцев уже вышел из строя головушкой, то есть галлюцинации, страшные вообще бреды, такой же случай был вот в этой же психиатрической больнице со знаменитым армянским хирургом, которому тоже не поверила какая-то молодая медсестра, и он где-то 6 месяцев тоже был вот в полном затмении, поэтому вот наркоманы такие были, и психология вот наркоманов тех годов была такое пренебрежительное к алкоголю вообще, вот это, значит, вообще художник пьет, этот поэт пьет, это свинья, вообще все, а мы служим Морфею, а это служит Бахусу, то есть как бы боги, так сказать, были в разной весовой категории, понимаете, а потом, когда, так сказать, вообще уже навалилась уже окончательная нищета на Россию, то я вот из своих друзей уже многих хоронил как настоящих профессиональных спившихся алкоголиков, то есть шприцы Баяна были отброшены, денег нет и, так сказать, пошли уже по обыкновенным спиртным напиткам. Но у вас бог не был, да, в наркомании? Нет, я никогда, так сказать, вообще, слава богу, этим не увлекался и никогда не влекло вообще к этому. Какой конститут самосохранитель? Может быть, да, но мне хватало, так сказать, вообще пива, водки, в общем, водку я в чистом виде не употреблял, я всегда ерша делал. Это покрепче. А вот существует такое расхожее мнение, что человек творческий как бы снательно ищет вот какие-то необычные фовороты, сюжеты? Может быть, вы знаете, но каждый творческий человек устроен как воде. Может быть, так сказать. Я просто говорю, если я пил, мне нужно было, вот я говорю, включать Бернеса, вспоминать Россию. все-таки у меня же была немного иная сфера бытия, потому что когда меня арестовали и выслали в 71-м году и я вылетал навсегда из России, то есть у меня не было никогда в мыслях, шальной мысли не приходило, что я когда-нибудь увижу там своих родителей или увижу своих друзей, увижу свой любимый город, Петербург, в котором я вырос как художник, который меня воспитал и, конечно, когда ты включал, допустим, Вертинского принесла случайная молва, милые забытые слова, летний сад, фонтанка и Нева, конечно, так сказать, когда ты пьешь и слушаешь это и тоскуешь о России, поэтому и фон создавался такой чисто русский, алкогольное бытие, оно было вот именно в такой аностальгической сфере. Вы сильный человек, если вы, как бы вот имея отца, который пил, смогли... Ну, в семье у нас многие пивали, если бы только хотел. Когда первый рюмк вы пили, во сколько лет? Ну, я ушел как бы служить монастырю, это мне было, наверное, лет 17, так что там я 17 лет и... Какой-то повод был ли там? Нет, я же сказал, просто садиться, тебя сажают за стол высшее духовенство и нужно и прислуживать и заодно, так сказать, ну, им, наверное, было весело смотреть, как молодые ребята еле ходят в рясах, пошатываясь и заодно, никаких поводов не было. Водка и сдружает людей с той стороны. С кем пил, с кем дружишь? Ну, сложно сказать, вот здесь ничего сказать, я не могу. не слышали такой факт на Бородинском, перед Бородинском сражении русские ходили в французу, выпивали все равно еще офицера. Ну, офицера, да, это я верю. То есть, считалось нормальным перед Бородином посидеть, выпить, поговорить, потом разбежаться по позициям. Да, ну, нравы были другие, было понятие о чести. Честь, совесть. Да. А русская водка в Америке какая сейчас есть? Или там чисто американская? Ну, вот сейчас, допустим, у меня была в Лондоне закладка памятника Петру Первому, вот, там спонсировал, вот, как бы, весь этот банкет, водка кремлевская, кремлевская водка, они спонсируют часто какие-то художественные мероприятия, вот, по-моему, так сказать, в Америке она сейчас завоевала какое-то одно из первых мест, вот, так что, потом, по-моему, у нас по-прежнему Смирнов и Абсолют, конечно, Абсолют, который оформляют очень многие художники, как бы, рекламу, это целые издаются книги, я, вот, человек гениальный по промоушен, вот, по рекламе данного напитка, он, конечно, сделал очень интересный трюк, потому что скульпторы серьезные, художники, во многих художественных журналах, они делают специальный рисунок, скульптуру данной бутылки, и она распространяется как плакат. Кто? Да, вы мне показывали. Делал шток, как раз, Поверещагин делал эти такие билинки, считалось это нормально, и билинки работали. Ну, и сейчас, считается, вот в Америке крупнейшие художники делают, так сказать, вообще, вот эти рисунки, бутылки, рекламы, Абсолют. Это, по-моему, из очередных глупостей российского или современного человека. И на сигаретах тоже пишут яд, вообще, люди курят и будут курить. Как вам нынешний президент Путин? Ну, все мы привыкли верить в Деда Мороза, поэтому, так сказать, я верю в Путина. Ну, сейчас страшно еще, что на Россию надвигается, это наркомания, крак, вот это бич, конечно, западных стран, особенно Америки, это, пожалуй, пострашнее любой водки. Да, конечно, наркоман или алкоголик, это разные категории по опасности для общества. То есть, у нас наркоманы убивают я не думаю, чтобы здесь алкоголик, бывает, наверное, какие-нибудь случаи, я читал, чтобы за бутылку водки он напал на человека или все. А когда наркоману приходится туго, и на него надвигается обстиненция, он может пришить, у нас очень много убивает шоферов такси, так сказать, буквально за какие-то копейки, убивает невинных людей, лишь бы добыть какой-то рубль или еще, доллар или еще что-то, только чтобы купить себе очередной крак и не впасть в вот это страшное состояние обстиненции. То есть, наркомания для меня, и я уверен, что не только для меня, и для врачей, и для полиции, и для государства, это опасность на сегодняшний день номер один. Никакие, так сказать, алкоголики с этим сравниться не могут. То есть, ударим воск и по наркоманию, получается? Лучше так. Лучше так. Хорошую закуску. Когда-то в времена с холл закона, когда есть было нечего, за легких рукавом стакан выпивали. Это русская закуска. Да. Ну, в мое время были синюшники знаменитые, политурщики, как вы знаете. Чего только не было. Что за это было у российского человека, что он все это выносит? Наверное, какой-нибудь там американец или француз сто раз уже на тот свет отправились? Ну, французы вообще не приучены к сильному алкоголю. Мне вот приходилось бывать часто там на банкетах в связи с вернисажами или с другими событиями. Иногда, поскольку в то время уже стали приезжать русские не так много, как сегодня, но естественно, французы пытались как бы приблизиться к нашей компании, показать, что и о небо вроде, так сказать, когда-то и на Россию топали с Наполеоном. И буквально после крошечной рюмки им становится дурно или они впадают в такое французское неистовство, которое с русским не сравнить. между прочим, русские неудачники любят много. Я читал про выставки, которые проводили до революции, брали неудачники специально, водичники, неудачники, встречал гостей и выпивал. Животные да, я много, я очень люблю животных, изучаю и жизнь животных, и насекомых, так сказать, и насекомые, некоторые, у них, правда, свои алкогольные, там, более слабые составы, вот, в цветах или в определенных деревьях, но, так сказать, зеленый змей никому не чужд, оказывается. Муравейники, между прочим, если попадают в ламихузы, это такая гусеница, где черт брюшка в муравей, она выделяет спирт. Муравейник в течение месяца задевается полностью, бросает работу, начинает гулять, черт вебрюх и подсосует. Все, муравейника нет, как модель общества. Да. Ничего, на нашей генетике может быть тоже что-нибудь такое и скоро придумают такую гусеницу на Красную площадь выкатить. А если вообще трезвая страна, в мире, как ты смотришь? Трезвая? Вы знаете, ну, мне подолгу, так сказать, подолгу-долгу приходилось бывать в Пакистане, допустим, в Афганистане, когда я занимался спасением пленных солдат российских, то я попал как бы вот в страны, не пьющие официально, по закону, но зато они гордятся очень тем, что они не употребляют спиртного, и в барах написано только для иностранцев, допустим, вот в Пишеваре или в Исламабаде, но зато в какую лавку не взойдешь, там запах такой анаши, что упасть можно, не нужно, так сказать, вообще курить. постоишь там, пока выбираешь какие-нибудь вещи, там безделушки, сувениры, выходишь оттуда и чувствуешь, что все, еще немного простоял, как говорят, заторчал со страшной силой и не вышел. Мир несовершений на человек постоянно ищет как бы подпитку для своего существования. Мир, ну, если бы он был совершенным, боже мой, нам и телекамер не понадобилось бы уже просто, просто бы порхали, так сказать, общаясь друг с другом телепатически. Но церковь не возбраняет противление православа во всяком случае? Как она не возбраняет, я просто на своей шкуре знаю вообще. Я говорю по обрядам. По обрядам, да, ну, вот так сказать, кровь господня, но, нельзя же кагор бочками хлистать. Не хватит на потом. Да. Так что, я таких больших стран трезвенных, вот, земной шар я, как говорил Маяковский, обошел, но я не находил таких. Если не одно, так другое. То есть, человек всегда ищет чего-то такого, что его в состоянии приоторвать от земли. Михаил, давайте произнесем какой-то тост, на лил, объявляем. Да, люди потом подумают, что Шемякин говорил, говорил, развязал. Нет, давайте уж. Будем последовать. Да, потом, знаете. А на сухую тоже говорят, да? А? На сухую тоже. Не, ну, в принципе, я могу спокойно в обществе там, выпить бокал. Я не люблю просто вино, потому что, ну, что мой отец никогда не пил вино. Всегда это была водка, потому что он считал, что это детская забава. Для меня, так сказать, вино и было дорого, и сколько его нужно было выпить. А пили мы в то время вино, болгары поставляли нам эту фитяску. Через полчаса у тебя вот такая голова от боли, и сколько ее нужно вылакать для того, чтобы пить. Поэтому я не люблю, но когда я вижу, что общество собралось, и чтобы не отличаться, я могу выпить полстакана вина или стакан, но на меня это, во-первых, не действует, как на почтенного, заслуженного алкоголика, а во-вторых, не доставляет никакого удовольствия. А вот в состоянии опьянения вы никогда ничего не сделали? В смысле работы что-то такого? Один раз я, или два раза, я сделал несколько недурных таких сумасшедших рисунков большого формата. Ну, на этом, так сказать, все мои эксперименты кончались. То есть я действительно, когда я пил, я занимался другими вещами. Цыгане мне посчастливилось, потому что я был знаком и работал с такими ушедшими давно уже последними магиканами цыганской песни, это Володя Поляков, он пел еще здесь, в Яре, в него была влюблена еще гимназистка Раневская, которая всегда через Володю Высоцкого, я их познакомил, они дружили, передавала ему приветы, вот, и Алеша Дмитриевич, Валя Дмитриевич, Лида Гулеско, то есть, такие большие имена в цыганском мире. Я сделал их пластинки, первые и последние, когда я приехал, вдруг узнал, что столько уже, как говорится, людей из разных миров, там, белогвардейцы, там, русская аристократия, ну, как бы, рыдали под их песни, плакали, переживали, и все, но никому в голову не пришло оставить, так сказать, для России их замечательные голоса, вот, с этими секретами истинной цыганской песни, потому что, вы понимаете, театр ромена, хорошо поставленные голоса, это, это не та настоящая цыганская песня, не тот настоящий цыганский роман, и поэтому над каждым диском пришлось работать по два года, потому что с цыганами очень тяжело работать, вот, они выпивали, в момент какой-то песни, которая особенно им была дорога и близка, уже после выпивки, естественно, так сказать, начиналась другая, приходилось убирать аппаратуру, уезжали музыканты, которых они вызывали из разных стран Европы, так что работа была мучительной и долгой, но тем не менее вышло два замечательных диска, которые получили самую высокую оценку, ну, например, предисловие, к диску, Володя Полякова написал, ну, такой супер сноб, который не может действительно о кабацкой песне что-нибудь писать вообще, если это не настоящий уровень, уровень искусства, Слава Ростропович, который обожал вот его тоже слушать и все, ну, Алеша Дмитриевич, знакомое, наверное, вам имя тоже, вот, его тоже большой диск я выпустил, цыгане ушли в мир иные, а вот ихние диски остались. А Ростропович как относится к Лоскому? Вы знаете, Ростропович все умеет делать, да, он умеет и дружить с политиками всего мира, и всем улыбаться, и всех целовать, даже в Америке был такой анекдот, потому что американцы, в принципе, где-то быстро его раскусили, вот, потому что была такая шутка, в какую щеку вас сегодня поцеловал Ростропович, знаете, вот традиционно выпить игу вперед, и, так сказать, облизать всех, и пить он тоже умеет, потому что он очень такой, как бы, человек, умеющий понимать ситуацию, и знающий, что перебор стакана может повредить его карьере, поэтому, дай его, чтобы каждый умел так пить, как пьет наш знаменитый рассказали про политику, как вспомнил про Сталин, который подбавил своих товарищей для того, чтобы, как-то, что трезвый момент был пьяным на языке, он постоянно эти гульки начали. Ну, считается, что Петр Первый тоже где-то всепьянейший собор использовал для этого зачастую, хотя я не думаю, что именно вот его любовь к этому театральному действу, который он отдавался со всей энергии, служила только вот для этого. все-таки над памятником в лодке будете думать? Интересно, что придумать? Нет, вы давайте знаете над чем? Памятник еще можно придумать, а вот вы, если будете думать, кто будет спонсировать отливку, вот это работает, еще более тяжелое, по-моему, мне кажется. Будет идея, будем искать спонсирование? Идея будет, а вот то, что спонсоры найдутся, я уже столкнулся здесь с этими проблемами. Сложно в России? Сложно в России? Очень сложно. Сложно и безумно, если можно так выразиться. Абсурдно. Да, конечно. То есть, заказывают вещи, потом, когда ты выполняешь их, работаешь около двух лет, знаешь, что тебе по существу официальные заказы, тебе не выплачивают ничего, то это фактически это колоссальные удары по по всему моему хозяйству, которое на сегодняшний день из-за России просто приведено в нищенское состояние. Но ваш коллега не страдает и смотрит? Ну, коллега, это, так сказать, я рассматриваю это как явление особое, особого рода. Рядом же есть и другие скульпторы, которые живут совершенно в других условиях. это просто целый коктейль особых обстоятельств, который сплелся, сфокусировался в одном человеке. Если бы... много как художнику, но два одиночества в одно это уже что-то более оптимистичное. Два плюсы дают минусы, да? Да. Ну что, не за что. Пока.